Страшно подумать о том, что этому ролику уже 8 лет, и да, он действительно тоньше, чем карандаш, это правда. Крутость этого планшета не только в том, что он поддерживается уже такой долгий срок, но и в том, что по сути рядовой пользователь, который не разбирается в процессорах, толщине рамки и так далее, может подумать, что этот планшет до сих пор продается. Изначально я думал похвалить в этом ролике его, потому что это небывалая щедрость от Apple, 8 лет поддерживают планшет, и он в принципе работает сносно, но нет, этот планшет это большая проблема на рынке, и именно из-за него я в принципе не рассматриваю бушные iPad к покупке. В общем, давайте разбираться в том, что вообще может это устройство спустя 8 лет. То есть оно уже не просто в школу могло пойти, оно и первый класс могло закончить. Вы на канале Overtake Lab, погнали! Казалось бы, планшет от Apple, который вышел 8 лет назад, ну конечно же он уже не продается, и наверное он совсем не актуален. iPad Air 2 действительно уже не продается. Но продается iPad 2021, и да, по дизайну это тот же iPad Air 2, мало что поменялось за 8 лет. Но тем не менее, iPad 2021 остается отличным вариантом даже сегодня. Это планшет, который в моем городе продают от 30 тысяч рублей на Apple A13. По сути, от современных iPad'ов его отличают только рамки и кнопка, и это не так страшно на самом деле. Там современный процессор, поддерживается Apple Pencil, да и что вам еще нужно от iPad'а? Если вам нужен тупо лучший планшет за свои деньги, то iPad 2021 является прекрасным устройством. Благодаря e-каталогу вы можете найти самые выгодные предложения на iPad 2021 в вашем городе. Все очень просто, отсортировывайте все магазины, которые есть в вашем городе по цене, и выбирайте самое выгодное предложение. Ссылки на e-каталог будут в описании, за новыми iPad'ами только на e-каталог. В 2014-м крутость этого девайса в перспективе ближайших 10 лет сложно было оценить. Но сегодня мы можем сравнить его с текущей линейкой, и я бы даже рискнул сравнить его не просто с iPad 2021. Потому что тут понятно, это то же самое, только на улучшенном процессоре. Давайте обсудим, о чем iPad Air 2 2014 года принципиально отличается от прошек 2021 года. Ну, во-первых, первое, что бросается в глаза, это, естественно, дизайн. Да, iPad Air выглядит старо, даже на фоне текущего iPad'а, который просто iPad 2021. У него чуть более широкие рамки, чем у текущих рамочных iPad'ов. И если мы уже сравним его с прошкой, то тут вообще это прошлый век считается. Но, тем не менее, функционально этот дизайн ничем не уступает ему. Отрыв 8 лет, конечно же, чувствуется, но, опять же, не нужно считать это провалом. iPad Air 2-го поколения, наверное, по большей части из-за того, что в таком дизайне до сих пор продают iPad'ы, в 2022 году выглядит до сих пор окей, нормально. Ну, а если мы говорим об экране, то, естественно, по некоторым характеристикам, типа контраста, яркости и цветопередачи, он уступает прошкам. Но, опять же, у него такое же разрешение, как у прошек. От цветопередачи и контраст лучше, чем у, там, 5-го, 6-го и 7-го iPad'а. Я просто хочу донести такую мысль, что даже при том, что этот iPad вышел 8 лет назад, он не выглядит чем-то старым. И дизайн, в принципе, это единственное прям явное отличие. Потому что, если мы пройдемся по другим отличиям, окей, в нем нет Apple Pencil'а, а зачем он нужен? В нем нет стереозвука, согласен, это чуть более нужная вещь, чем Apple Pencil. Но даже при этом звук у iPad Air 2-го очень крутой. То есть, он намного громче, чем тот же iPhone XR и объемнее, чем iPhone XR. И, естественно, я сейчас не буду оправдывать этот звук и, там, сравнивать его, в принципе, с каким-либо стерео, которое есть на более младших моделях iPad. Просто хочу сказать, что звук здесь достойный. И, в принципе, для просмотра фильмов его за глаза, как мне кажется, для любого среднестатистического пользователя. Ну и остается то, что прокачивается ежегодно в каждом iPad'е. Это камера и железо. И то, и то, опять же, в девайсе, который вы используете для просмотра YouTube и серфинга интернета, не самая нужная вещь. Касательно камеры, она, опять же, окей для того, чтобы проводить какие-то видеоконференции в Zoom, в Skype и так далее. Фронталки вам будет достаточно. А основная камера, да, она говно, но вы что-то собирались сфотографировать на iPad? Ну, в таком случае, наверное, лучше задуматься о покупке прошки, камон. Вы слишком уникальный человек. А насчет железа у меня довольно странные ощущения после использования iPad Air 2. Во-первых, в нем процессор от iPhone 6. Да, здесь не просто A8, как был в шестом iPhone, а A8X, чуть-чуть более разогнанный. Но нужно понимать, что экран здесь гораздо больше, чем у обычного шестого iPhone. Поэтому разогнанный процессор всегда был в iPad'ах, именно за счет того, что диагональ экрана и пикселей у него больше. Но iPhone 6 перестал обновляться на iOS 12, а iPad Air 2 получил даже iOS 15. А от него 14 не ожидали, а уж 15-ю-то вообще никто представить себе не мог. Вероятнее всего, так получилось благодаря тому, что в iPad Air 2 у нас стоит 2 гигабайта оперативной памяти. А опять же, в шестом iPhone был всего 1 гигабайт, да и особенно на плюсе это очень сильно губило смартфон. Но из-за того, что в планшете настолько старый процессор, я думал, что он будет супер отвратительно работать. Ну то есть, отвратительно в моем плане, это когда ты люстаешь YouTube, у тебя подлагивает система. Когда ты открываешь, закрываешь видео на YouTube, опять же, подгружаешь какой-нибудь сайт в Safari, он тебе подгружается 3 часа. И как бы все оказалось намного лучше, чем я себе представлял. То есть, да, у меня могли быть, наверное, какие-то заниженные ожидания, не нужно воспринимать вот эту информацию, которую я сейчас говорю, о том, что iPad Air 2 супер быстро работает на своем старинном процессоре в 2022 году. Но, блин, имея опыт использования того же iPhone 6s на iOS 15, iPad Air 2 на этой системе, на более старом, по сути, процессоре, работает, если не сопоставимо, то даже лучше. Просто потому, что на iPad Air 2 вы можете выполнять всякие мультизадачные фичи, типа, вы можете открыть сразу 2 окна, и систему это не очень-то и сильно нагрузит. То есть, вы буквально можете сделать сплитскрин, смотреть на одной стороне экрана YouTube, на второй стороне экрана у вас будет Safari, и вы можете с комфортом серфить этот Safari. На моем iPad mini второго поколения, который, по сути, на поколение процессора младше, невозможно один только YouTube использовать нормально. А тут, за счет дополнительных гигабайт оперативной памяти, такой прирост производительности, это реально круто. Если подводить итог к вышесказанному, я рассчитывал на просто хорошую работу. А я получил хорошую работу, да еще и сплитскрине. Опять же, весь офисный софт летает. Единственное, наверное, в браузинге вы можете почувствовать себя немножечко ущемленными. Что я имею в виду? Люди, у которых не было опыта использования старых айфонов на старом процессоре с новой системой, не поймут. Но вот есть такое легкое чувство, когда ты подгружаешь сайты в Safari, и они у тебя грузятся намного медленнее, чем ты бы это мог сделать на компьютере, или же на том же айфоне, который у тебя поновее, допустим, чем iPad. И да, на iPad Air 2-го поколения это замедление есть. За счет того, что он поддерживает последнюю версию iOS, все сайты поддерживаются, то есть Safari современный, нет никаких багов-лагов, просто медленная работа системы. И это для кого-то может показаться абсолютно нормальной работой, для кого-то может немножечко неприятным, и, опять же, мне, например, легче было бы взять iPhone и начать что-то гуглить на айфоне, просто потому что я это сделаю с гораздо большим комфортом, и сайты в Safari подгружают он гораздо быстрее. Короче, загуглить какую-то информацию будет быстрее на айфоне, чем на iPad Air 2. В остальном, если мы не выходим в веб, а сидим чисто в приложениях, все работает просто идеально. Twitch, YouTube, даже разного рода игры, до какого-то там разного рода, вы можете запускать, по сути, все игры на iPad Air 2. Опять же, тот же PUBG, играть на нем можно, как мне кажется, комфортно. Да, в каких-то местах есть пролагивание, но извините меня, PUBG стабильно не работает даже на игровых компьютерах. Да, будут некоторые даунгрейды по графике, но в целом, запускать вы можете любые игры, любой софт, все это потянет iPad Air 2. Какое-нибудь прикновение, то, что вам в некоторых задачах ему нужно подумать чуть-чуть времени, но извините меня, это абсолютно не сопоставимо с тем, что планшет уже 8 гребаных лет. Я бы сказал, что функционал этого планшета ограничивается, наверное, каким-нибудь графическим софтом, ну и монтажными программами. Ну, в случае с монтажками, зачем вообще монтировать на iPad'е? А если мы говорим о графическом софте, то тут нет Apple Pencil'а, поэтому вряд ли кому-то этот функционал нужен. Объективно говоря, iPad Air 2 до сих пор может все, что вам нужно от домашнего планшета. И тут мы переходим к реальной большущей проблеме iPad Air 2. При том, что этот планшет вышел 8 лет назад, в 2014 году, он продается на Авито за гребаные 10 тысяч рублей. И это чуть ли не минимальная его цена, кто-то продает даже дороже. Многие могут подумать, а что такого в этой цене? Ну, камон, iPhone 7 продают дешевле, это смартфон, который вышел на 2 года позже. И нужно ли мне вам объяснять, что его ритейл прайс, та цена, по которой iPhone 7 появился на рынке, была гораздо выше, чем у iPad Air 2. Да ладно, чего уж там, я замахнулся на седьмой iPhone? Камон, iPhone 6. iPhone 6 продают где-то за 3-4 тысячи рублей, если не дешевле на Авито. Это смартфон, который вышел в один год с iPad Air 2, и который стоил, ну, естественно, значительно дороже, чем iPad. iPad, как правило, как устройство, как класс, дешевле, чем iPhone. Извините меня, но просто даже при том, что он хорошо работает, он не стоит своих денег. И в целом, кто-то может даже задуматься о покупке iPad Air 2, потому что, ну блин, а других вариантов нет. Это самый минимальный iPad, всё, что вышло позже, оно будет только дороже. И да, это главная проблема iPad Air 2, то, что он задает вот эту самую минимальную планку. iPad 5, 6, 7 просто не могут продавать ближе к 10 тысячам рублей, потому что там лежит у нас iPad Air 2, который до сих пор Apple поддерживает, и который просто не может так быстро дешеветь, как тот же шестой iPhone, который уже 3 года не поддерживается. Но, честно говоря, я бы не рекомендовал покупать iPad Air 2, просто потому что iPad всё-таки это, в первую очередь, мобильное устройство. Читал я мнение в интернете по поводу того, что, ну блин, мне нормально на зарядке держать iPad, я типа его как телевизор использую, смотрю на нём YouTube и так далее. Но, чёрт, если вы его будете стационарно использовать как телевизор, в таком случае не лучше ли купить телевизор или компьютер, с него, может быть, смотреть YouTube? Исходя из того, что iPad, в первую очередь, это, по сути, переносной компьютер, iPad Air 2 хоть и хорошо работает, и, в принципе, мог бы стоить своих денег, но главная его проблема — это аккумулятор. И да, естественно, аккумулятор здесь не деградирует так быстро, как в каком-нибудь iPhone SE, но проблема восьми лет. Восемь лет. Все iPad'ы, которые уже есть на рынке, у них достаточно ушатанный аккумулятор. Ну, камон, прошло восемь лет. И в случае с iPad'ами замена аккумулятора — это достаточно сложный процесс. Просто когда ты у iPhone'а отсоединяешь экран, он у тебя на такой металлической подложке, на металлическом каркасе. Экран же у iPad'а — это просто стекло с большой площадью, которое нужно отклеить, и сами понимаете, когда вы отклеиваете их стекло большой площади, очень высокий риск его разломать. Что, собственно, и удалось многим ребятам, которые решили попробовать такую процедуру на YouTube. Если вы считаете, что вы профессионал, покупаете за 10 тысяч, может быть, даже найдете дешевле iPad Air 2, меняете своими силами там аккумулятор, стоит он на Алиэкспрессе, например, тысячу рублей. В целом, если уложите десятку, получите отличное устройство. Но я вас предупредил, менять там аккумулятор очень сложно. Ну а вариант замены в сервисе я даже не рассматриваю, потому что там средний прайс 5 тысяч рублей, а за 15 тысяч рублей лучше уж купить какой-нибудь iPad 6 или 7, в которых и аккумулятор не убитый будет, и процессор посвежее. Так что именно из-за iPad Air 2, как по мне, рынок БУ iPad'ов, в принципе, не ликвиден. Просто потому, что у нас есть iPad 2021, iPad 9-го поколения, который продается за 28 тысяч рублей. И просто у вас вариант, либо купить что-то до 20-ки, но это будет старьё, либо докинуть 8 тысяч рублей, и за 28 уже купить полностью новый iPad с гарантией и на современном железе. То есть плюсов просто масса, за доплату всего лишь 8 тысяч рублей. Опять же, это моё мнение, не 100% рекомендация, не каждому оно подойдёт. Потому что, может быть, в вашем кейсе использования вам нужен именно iPad за любые деньги. Опять же. Но моё мнение, что старые iPad'ы, ввиду их долгой поддержки, супер неликвидны. И как вы знаете, я на канале уже настолько с этим не мог смириться, что покупал даже MacBook'и за 9 тысяч рублей, чтобы получить какой-то другой experience, но не покупать старый iPad. Ну не стоят они по 10-15 тысяч рублей такие старые устройства.